Классный руководитель выходит на перемене, смотрит, есть собаки или нет. Они с учительной физкультуры на связи по телефону. Нет собак, учитель ведет на физкультуру детей. Есть собаки, учитель не ведет. То есть нарушен учебный процесс. Такая ситуация не только в академическом лицее. Директора многих школ говорят, что стаи бродячих собак атакуют учеников. Самые проблемные – индустриальный, краснофлотский и железнодорожные районы. В администрации последнего сообщают, что люди просто обрывают телефон. Просят защитить их от агрессивных животных. В 2021 год. 767 заявок. Отловлено 625 особей. В 2022 году. Только за первую рабочую неделю поступило 50 обращений. Сегодня их было не меньше 10. В Хабаровском крае программа по стерилизации безнадзорных животных действует уже третий год. За это время прооперировали около 3000 кошек и собак. Барбосов, признанных агрессивными, помещают в приютно-пожизненное содержание. Таких псов уже 30 и мест не хватает. У нас в Хабаров ограниченное количество. 30 мест уже занято. И я вам хочу сказать, что у нас заявки через одну сейчас поступают. Верковы на собаке там кого-то проявили агрессию. То есть у нас заявки, потому что забрали их на ПМЖ. То есть сейчас я отреагирую на все заявки, я забью Валеры прямо сейчас. Вот прямо до конца месяца. Вопрос, какую собаку считать агрессивной, очень спорный, говорят ветеринары. Сегодня они руководствуются перечнем признаков, по которым собаку можно посадить на пожизненное. Но те, кто занимается отловом, говорят, что документ недоработан. Когда нам предоставят видео, где укусила ребенка или собака бросилась, ну прям видео есть с видеокамерой наблюдения, мы таких животных забираем, потому что куда деваться. Но к нам эти собаки агрессии не проявляют. Это вот субъективная оценка агрессивности, она в первую очередь субъективная. То есть это настолько, вот мне каждый раз возникает вопрос, вот рано или поздно мы собаку определенно не агрессивной, она кого-нибудь укусит, прокуратура ко мне придет. Помочь делу мог бы приют, который собираются построить в Хабаровске. Мэрия уже выделила землю для строительства дома на 400 животных. Но в городе несколько тысяч бродячих кошек и собак, и меньше их не становится. Если население хочет, чтобы животных вообще не было на территории города, это должен быть приют невероятных размеров. И финансирование, которое 30 животных обходится городу в миллион. То есть если мы говорим даже про 400 животных, ну нетрудно умножить, сколько это будет находить. Но 400 – это, дай бог, 10% от того объема, который необходим. Мы не можем содержать трижды. У нас единственный город, который сейчас может содержать трижды – Москва. Миллиард, миллиард рублей в год. Здесь в префектур. У них в приютах есть места, они забирают из других стран. Берут из Грузии животных. Музе тоже ситуация такая же. То есть, у нас собака с бирочками. Общественники, депутаты, чиновники и зоозащитники сходятся в одном. Необходимо ужесточать ответственность людей за содержание домашних животных. Чтобы никто больше не мог безнаказанно выкинуть на улицу кошку или собаку. К чему мы сегодня пришли? У нас есть список животных, которые подлежат маркировке. Как выясняется, собаки, кошки пока туда не входят, потому что вопрос уперся в деньги, как это делать. Как человека обязать, кто будет платить за то, что собака будет маркирована. Вопрос о внесении поправок в 498-й федеральный закон обсуждают на разных уровнях, но единого решения пока нет. А тем временем хабаровчане, устав бояться бродящих собак, решают проблему с помощью яда, нарушая законодательство.